На днях своего 90-летия отметила ветеран труда, вдова-участника Великой Отечественной войны Антонина Михайлова. Бавлинка в этот день принимала поздравления, но юбилей побывала и наша съемочная группа. Антонина Михайлова встречала гостей у порога с улыбкой. Впрочем, Антонина Федоровна всегда улыбчивая и добродушная. Как сама признается, секрет ее долголетия кроется в трудолюбии и доброте. Несмотря на то, что она прошла через много трудностей, сумела сохранить любовь к жизни, оптимизм. Всю жизнь она посвятила воспитанию детей, преподавала в Китайской Народной Республике, работала и в Варусинской школе. В Бавлах много лет трудилась в школе-интернате, и сейчас она немного с ностальгией, но с гордостью вспоминает своих учеников. Кто-то стал инженером, кто-то открыл свой ресторан, и многие помнят ее до сих пор, звонят и навещают. Антонина Федоровна обладает уникальной памятью для своего возраста. Она может часами рассказывать о своем трудовом и жизненном пути до самых мельчайших подробностей. Жили в городе, не в городе, а в поселке Липовцы. Потом в Раздольном немножко жили и нас перевели. Уже можно было демобилизоваться. Демобилизовались, приехали в рабочий поселок Урусу. Там сестеренка жила как раз и в Урусу. Там преподавала в первой школе. А потом, когда в 1959 год, мы уже здесь, в Бавлы переехали. Кончила Белорусский педагогический институт. И работала в Бавленской школе-интернате, где учились сироты. Ну, там работала я воспитательницей и учительницей. Они меня уважали, я их очень уважала, жалела, во-первых. Их приглашала даже домой. Каникулярное такое время. Они и сейчас не забывают даже эту доброту. С мужем, который, к сожалению, давно покинул белый свет, они воспитали троих детей. Сегодня радуются десяти внукам и двенадцати правнукам. Юбилярша награждена многочисленными медалями за самоотверженный труд. Сегодня она проживает одна под присмотром детей. Антонина Михайлова была несказанно рада гостям, которые пришли поздравить ее с большим юбилеем. Глава Бавлинского муниципального района Ромель Готиатуллин преподнес ей открытку президента России Владимира Путина и цветы. Мы с таким праздником, юбилеем, но от себя в первую очередь лично, да? Но не только от себя. Вот главе Владимира Путина поздравительно открытся вам. Юбилярша показала главе свои грамоты, которые она получила в молодости, участвовав в соревнованиях. Рассказала о том, что начала заниматься траволечением после выхода на пенсию. Юбиляршу также поздравили представители школы номер 6, которые поблагодарили Антонину Михайлову за мудрые советы и пожелания бодрости и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин